Всем здрасте, с вами обзорчик на Болтону Руси, просто аналитик, глубокий дрон-дрончик. И сейчас мы здесь с вами в банке нашей русской, здесь российской находимся. Всем, кстати, с Христос воскресе, еще раз, у кого еще воскрес пока, вот, с фасхой куличи уже сегодня похавал чуть-чуть, и яйца тоже навалил, вот. Я сегодня в банке, кстати, не парюсь, сегодня у нас праздник, мне сказала, бабушка, не стоит сегодня париться, потому не принято фасху, я не стал спорить, все-таки мудрость веков, она в чем-то непоколебима, вот, просто так уж. И для атмосферки много здесь. Вот, о чем я хотел бы с вами сегодня поговорить вообще, в принципе, на канале выходит обзор часто на, ну не часто, но на навозы, на всякие продукты, на приколы, но обзоры на жизнь просто, на жизненные ситуации, мысли, философии, на что-то на канале Дрон Мача не слишком много. И я подумал, почему бы просто не сделать с вами такую рубрику банной идеологии с Дроном Дрончиком, то есть просто о каких-то, о высоких материях немного иногда рассуждать надо, потому что, блядь, мы все живем в обществе, нахер, и надо что-то думать, чтобы, блядь, понимать что-то в мире о планете нашей. И вот, какая тема у нас сегодня хотелось бы поднять в первом диалоге банном нашим. Вот. Какой мне бы хотелось сегодня поднять в первую тему нашего разговора, это лицемерие в обществе, и можно ли с ним как-то бороться, можно ли побеждать в современном мире. Да на что меня натолкнула такая беседа, это вот мысль, это вот вы... А как она выкрестовывалась, выкрестовывалась, блядь, в голодке-то моей светлейшей, наисветлое... Наисветлейшей. Собственно говоря, какое-то время назад, может, пару месяцев, я у какого-то уебка ВКонтакте написал на странице, блядь, что я себе нахуй натру на живот, выблядок. Ну просто, чтобы, ебать, произвести впечатление, типа, смелый человек. Ебать, возьмет нахуй, да, сделать что, душа от того желает, вот. И этого уебка, казалось, я встретил, вот, кажется, это было вчера, да, вчера на концерте, и мне сказали, что вот этот уебок, собственно, это, во-первых, женщина. И что самое интересное, тут вообще в этой ситуации она просто вся пронизана лицемерием нашего современного мира, современного общества. Первый человек лайкнул запись, то есть, типа, это значит, что это его интересует. Но когда я встретил этого человека, предложил насрать ему на живот, то просто какое-то молчание получил ответ. Это не то, что мне очень хотелось срать кому-то на живот, ебать, но, блядь, уж нахуй пацан сказал, пацан сделает, готов ебать. Просто нахуй такая ситуация. Вот, но как-то не сошлось. И, собственно, меня это навело на те мысли, что, блядь, возможно ли победить лицемерие в нашем современном мире, в нашем, нахуй, коллективе, самарском, российском, наше, национальное. Это всемировое, нахуй, чувство просто пронизывает. Этот интернет, он, нахуй, дал нам свободы, но и создал оковы, которые нас их сковывают. И вот к чему я пришел. Знаете ли, наверное, стоит начать с того вообще, что есть благо наше. Мы живем, нахуй, в обществе. И благо это, что может один хер дать второму что-то. Он может ему что-то дать, может ничего, но просто два человека, нахуй, вступающие в контакт, они обмениваются через полезным, неполезным. И если пользу приносит, вот это и есть единое благо, больше тебе не может человечество ничего другого дать. Но лично человечество, конкретное какое-то одно, а не всеобщее, мировое, нахуй. Вот. И знаете, что отсюда следует, наверное, второе, то, что вот это благо, оно всегда ограниченное. Потому что пиздежа в сети, его просто ебанешься, как нахуй много. И ебать это искоренить просто, ну до конца это неискоренимо. Это пиздеж просто повсеместный, просто выебан, просто фон повсеместный. Ведется просто, каждый второго на лоха берет, каждый хочет подъебать. И это наша, нахуй, природа человечья. И с этим бороться нет смысла. Но подъебать это ж не благое дело. Это просто, это подъем просто. А благо это я вам объяснил уже. И соответственно, я писал много раз, что я просто уебу, блядь, нахуй, человека. Просто убью, нахуй, но вот такое вот я выполнить не готов. И я думаю, это относится ко многим. Вы писали, нахуй, я тебя убью, урод, нахуй. Но вы бы этого человека, вы бы его реально, нахуй. Вы бы его реально, нахуй, не пришили. Вы не стали бы его прибивать. Вы просто это для, нахуй, для красноречия сказали, ебать. Но слово не воробей, ебать. Вы, если ты не поймаешь, нахуй. Но тем не менее, тем не менее. И я вижу благо в том, чтобы весь пиздерство, который из ротанги своей каждый из нас вырывает, чтобы, ну, по возможности, сил, средства, чтобы по максимальному этот пиздерство, он был не пиздержон, а по факту. То есть, ебать. Ты сказал что-то, нахуй, для красного пловца. Ну, ебать, лучше бы ты это сделал, пацан. Конечно, ебать, мы все люди, нахуй, мы не ангелы, нахуй, и не демоны. Мы все такие, как мы есть. Поэтому пиздеть все будут много, нахуй. На веку, на своем, на чужом, на ином, нахуй, на всех веках, блядь. Но тем не менее, я считаю, надо двигаться к цели. Чтобы пиздежа было поменьше, чтобы было больше конкретики, нахуй, в жизни. Чтобы меньше было масок этих ебанок. Чтобы, ебать, ты что-то говоришь, нахуй, пусть это все органично и вплетается, блядь, просто, нахуй, в твою жизнь. Чтобы это не просто какой-то, нахуй, выпад ногой, ебать, влявку, там, кабана соседнего было. Чтобы это просто, ебать, ты сказал, нахуй. И чтобы твоя жизнь, она вот, блядь, так трансформировалась как-то в этом направлении. Чтобы, ебать, ну, это действительно прекрасно. Быть чем-то, что ты пиздишь, а не просто, нахуй. Какой-то хуйнёй. Ну, мы никогда не будем, но здесь мы говорим о красоте и облаке. И о том, как оно переплетает с нашей жизнью, с нашей повседневной жизнью. Фу, ебать, там жарко, баньки в нашей жизни. Хотя я не так пил баньку-то, ребят, но... Порывы духа, они тоже прогревают, нахуй, обстановку. Ладно. Я думаю, на сегодня достаточно. Удал мысленно подумать, что вы читаете, нахуй. Правильно мне. Читаете ли вы, что надо, блядь, меньше пиздец? Или вам просто похуй, вы, уёбок, конченый, нахуй. Будете пиздец, нахуй. Кочется, ебать, не и что, если отстроите даже сына, за это не чувствуете. Пишите в комментариях своё мнение. Пишите в комментариях твои рассуждения. Ставьте огромные поины, ребят, пацаны. И... Пишите в комментариях своё мнение.